У нас на скайпе сейчас замечательные гости, и хотелось бы с ней поговорить, потому что это профессиональный коуч, кандидат, психологичник наук, Елена Дубиненкова, и сейчас она, наверное, с нами уже на линии. Доброе утро, Елена. Елена, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Всем друзьям, всем тем, кто не дружит. Друзьям друзей, друзьям друзей, друзей. Ну что ж, Елена, поговорим о дружбе. Скажите, пожалуйста, тяжело ли сейчас, в 21 веке, завести доброго и настоящего друга? Есть ли такая тенденция, что это стало сложнее? На самом деле нет. По большому счету, люди, какие были, такие остались. Тем, кому найти друга легко, им так же легко и сейчас, и тем, кому это кажется сложным, это будет сложным. Друзья есть, их можно найти. Друзья – это те, с кем мы объединены ценностями, а эти люди есть. А может быть, вы сможете дать несколько советов, как можно себе заиметь друга, завести друга? Вот для тех, кто более не уверен. Да. Ну, на самом деле, друг возникает тогда, когда есть какой-то эпизод совместной судьбы, общенности. Если люди ходят, занимаются спортом, если люди имеют какие-то увлечения, если люди даже в скайпе, взаимодействуя, общаясь, или, может быть, через какие-то иные социальные сети. Елена, через соцсети тоже легко можно подружиться. Можно найти друзей. Считали в инстаграме друг друга, а потом вот раз, глядишь, и лучшие друзья детей крестили. Елена, отлично. Это очень хорошая новость. А подскажите, пожалуйста, вот фраза «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Имеет ли она значение сейчас? Имеет. Тут с двух сторон можно посмотреть. Когда мы говорим о своем друге, по сути, мы говорим о тех качествах, которые нам важны. Или мы ими обладаем, и мы, по сути, о себе говорим, и видим эти качества у нашего друга. Или мы очень ценим эти качества, они есть у нашего друга, и потому нам и нужен этот друг, потому что мы можем получать от него ценности, которыми он обладает. Замечательно. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А скажите, пожалуйста, вот у меня будет еще один вопрос. А как сделать так, чтобы твой друг не стал твоим врагом? Не потерять друга. Как не потерять друга, и как, может быть, уберечь дружбу от какой-то ссоры, не знаю? Ну, на самом деле, такое может быть, может быть. С другой стороны, вот уважение и частые контакты дают возможность быть рядом с другом. С другой стороны, не надо зацикливаться только на друге. И тогда на него вся наша энергия, все наши отношения будут переложены. Мы можем иметь и другие близкие отношения, которые можем не называть дружескими. У нас может быть еще и супруг, у нас могут быть дети, друзьями. И тогда вот наша готовность с кем-то общаться, разделить общую судьбу, она будет, мягко скажу, размазана на всех остальных. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо вам огромное, правда. Елена, напоминаю, с нами на связи сегодня была Елена Довиненкова, коучка недопсихологичных наук. Вас тоже с днем с друзей. И дружбы вам крепкой и нескончаемой.